Привет, дорогие друзья, это Федери Влог. Мы с вами на борту Turkish Airlines. Отправляемся в Америку для того, чтобы посетить завод Джек Дэниелс, музей бейсбольных бит, проехать Чикаго, Луисвилль, Нэшвилль, Мемфис и Новый Орлеан. Безумный марш-бросок. У нас в гостях наш клиент из Нью-Йорка, Брэндон Уэбб. Кроме того, к нам в гости, Федери, придет Оскар Хартман для того, чтобы рассказать, как из маркетолога превратиться в инвестора. Впечатлений куча. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и... У меня Аттрактор. Пакап года. Биты, биты, биты. Эта книга для сейчас. Его похоронили с бутылкой. Одесса. Как же это грустно. У меня падают очки. Это новый Федери-влог. Мы немножко путешествуем по Америке. Это будет наша рубрика «Желтый чемодан». Create whatever. Называется tailgating. Когда люди делают барбекю на парковке, на крышке своего пикапа. Drink, play, share. Pay, играй, делись. Скульптура Ниша Капура называется Cloud Gate. Облачные ворота. По замыслу скульптора должна была напоминать каплю Тути. В 2004 году планировали открыть скульптуру. Факап года. Перетратили денег. Парк вовремя не открыли. Конечно, все его ненавидели. В общем, столкнулись с двумя сложностями. Первое. У нее были видны все швы. За 2005 год все эти швы просто заполировали. Ее запретили фотографировать. Маразм, абсурд. В итоге запрет сняли. Швы отполировали. В 2006 году только открыли с задержкой на 2 года. Сейчас чикагский боб, символ города Чикаго. Они называют ее просто Фасолина. А Анишкапур с тех пор мировая звезда. Да. Жауме Пленце, всемирно известный испанский художник. Тысячу лиц, жителей города Чикаго использовал Жауме Пленце для того, чтобы создать этот удивительный фонтан. Мне кажется, это блестящая работа. Биты. 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 Америка вообще, конечно, они супер крутые парни в том, как сделать контент из ничего. Из бейсбольной биты, например. Что такое бейсбольная бита? Ну, кусок деревяшки. Реально крикет. Биты. 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 Контент из ничего. Ничего. Деревяшки. Реально полено обработанное на токарном станке. Бейсбол это религия. Ну вот, пожалуйста. Человек влюбленный в биту. В качестве бит в древности использовали балясины. Шучу. В принципе, если мы говорим о работе вообще с информацией, то потребитель или гость должен иметь возможность все потрогать. Это классная штука, которая показывает скорость, с которой двигается мяч. В каждом музее самое важное – это магазин подарков. Если вы создаете бренд, то представьте себе, что вам нужно будет сделать сувенирную большую лавку. И вот вопрос, что там будет? Про что будет эта лавка? Что человек захочет купить? Чему он будет готов поклоняться? Смотрите-ка, скалка. Давайте я сейчас куплю какую-нибудь биту и разыграю ее за лучший вопрос прямо к этому влогу. 139 долларов? Биты. Но вдруг мы продолжаем радовать хейтеров и наших почитателей новыми работами. Поэтому на этой неделе выпустили новую рекламную кампанию для нового бренда магазинов крафтового пива «Хопхей». «Ты что, дядя? Ты кому, блядь, пиликаешь? А ну, выходь сюда, блядь! Ты что, блядь? Я 20 лет по этим пробкам езжу, блядь! И меня за***** уже! Мене нервы уже не выдерживают! Ты, бляхер сраный! В тебе, наверное, и мозги на бляхах, чи что? Знаешь что? Ви вене вси, блядь, максимально уже за*****! Биршоп «Хопхей» Выдыхай! Бонусная карта есть. Мобильный. Будем поповнювать. Кредит на парковочку оформить не желаем. 30к поставили. Працюют только 2. На одной я сижу, на другой Наташа. Она постоянно там, або в кредитах, або в декретах. Я весь день сижу, а ты слухаешься, и ваш пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик! Биршоп «Хопхей» Выдыхай! Попрошу на диван. Допрос! Такой жесткий допрос делаешь. Нам хочется упростить жизнь, чтобы просто ни о чем не думать. Но, к сожалению, мир, он такой. Многозадачность неизбежна. Неизбежна. У тебя коробки стоят. Это просто пол. Почему? Метафора. Потому что, когда берешь эти коробки, это как символ управления многозадачностью. Ты берешь коробку. Ментально. Да? И ты работаешь на только одной коробке. Это называется мультифокус. В любой момент, ты занимаешься только одной задачей. Ты берешь этот ящик, открываешь его, все думаешь, все смотришь, все держишь в голове. В этом ящике идешь в all-in execution, принимаешь сложные решения и закрываешь ящик и убираешь. Теперь ты открываешь следующий ящик. Если все вот эта каша, это не работает. На что люди тратят больше всего времени? Принять решения. Если ты хочешь сделать больше других людей, принимая решения быстрее, чем другие люди. Как ты оцениваешь, например, бизнес, в котором ты участвуешь? С точки зрения его глубины, потенциала и так далее? Есть первый способ, очень простой. Надо знать макроэкономический цифр. Это очень просто. Можно создавать новый рынок, есть базовые потребности человека и известно, в принципе, сколько люди на то или иное тратят. И я удивлен, сколько информации можно найти в свободном доступе. Обычно ты наталкиваешься на платную информацию, там есть уже собрано. Это стоит обычно 1000 долларов, 2000 долларов. Встречаешься с человеком, который 8 лет в рынке, как сумасшедший, гиперактивный, в аппарационке, каждый день, 10 встреч, везде. Он на глубине своего желудка, он чувствует потолки. Рациональный мозг говорит, что все нормально. А подсознание говорит, что скоро будет потолок. И они это чувствуют, и тело уже находится в беспокойстве. Это очень хорошее чувство. Потому что кто знает рынок лучше, чем владелец, который в контакте со своими клиентами, в контакте со своими поставщиками. Это предчувствие нельзя игнорировать. Обязательно. И люди не действуют. Продолжают делать то же самое. И потом упираются в этот потолок. Потом все равно не меняются. А потом этот рынок может сужаться. Или исчезнуть. То есть первый – это макроэкономика. Второе – чувствовать потолок. И если он есть, сразу начинает действовать. Дальше. Как ты выбираешь для себя новый сегмент? Завтра пришло письмо. Здравствуйте, Оскар, у нас стартап. Вот презентация для инвесторов. Пять вещей – это фундамент. Кто этот человек? Сразу видно его амбициозность, уверенность в себе. 99% людей, которые приходят, чувствуются, что там даже деревянного фундамента нет. Очень маленькие амбиции. Средний бизнес-план, который мне показывают. Меньше 10 миллионов долларов на последний год модельки. Думают, маленький бизнес легче и так далее. Когда люди делают инвестиции, они всегда делают инвестиции в человека. Вторая вещь – это бизнес-модель. Идея, дифференциация против конкурентов. Как ты стори тейлинг? Какая история стоит за этой идеей? Как ты ее рождал? Как ты будешь зарабатывать? Откуда будут потоки? Это вторая. Бизнес-модель. Юнит-экономика. Можно ли на маленьком размере доказать и потом скалировать? Это многие не понимают. Многие не знают экономики одной единицы. Просто не знают. Не знают, что большие системы – это эволюционированные маленькие системы, которые работают. Люди делают нишевая бизнес-модель в Украине. Это ошибка. Если ты делаешь нишевую бизнес-модель, тогда надо делать ее для мира. Пять блоков. Фундамент. Бизнес-модель. Ресурсы. Сколько ресурсов требуется. Есть капиталоемкие модели, есть не капиталоемкие. Есть вещи, где нужны критические люди. Искусственный интеллект, scientist какой-то. Ресурсы. Как ты будешь их потягиваешь? Команда. Кроме фаундера. Свой социальный капитал. Для инвестора это хороший сигнал. Последний блок, самый важный – это исполнение. Я, как инвестор, ищу знаки, подтверждающие способность этой команды реализовать это видение. Например, человек мне писал, говорит «Оскар, мы запустили продукт, был дедлайн, выполнил дедлайн, собрал команду, сделал первые продажи, поезд уже едет». Очень большая ошибка, люди стоят на месте, они говорят «Если твои деньги придут, поезд поедет». Кто хочет в такую историю вклад? Что для тебя большой бизнес сейчас? Что такое большая цель в деньгах? Я, как инвестор, смотрю, если нет возможности заработать сто раз, это не на угол. Сто раз умножить свою инвестицию? Я готов там семь-десять лет, это не важно. У меня 90% низкорискованные инвестиции и 10% своего капитала я даю на высокорискованные инвестиции. Потому что, кто знает, там, где высокий риск, должен быть 100 икс. Привет, дорогие друзья! Мы находимся в одном из самых награждаемых бизнес-лаунжа в мире, потому что это бизнес-лаунж компании «Турецкие авиалинии», которая находится в аэропорту Стамбула. Америка – это страна, которая является абсолютной столицей маркетинга. Нужно продать всё. Им не хватает достопримечательностей. Если их нет, их нужно придумать. Нужно продать виски, бейсбольные биты, города. Если мы говорим, например, про брендинг городов, то у них всё очень чётко расписано. Если это джаз – это Новый Орлеан. Блюз – извините, но это Мемфис. Кантри – добро пожаловать в Нэшвиль. История Джека Дэниела – это классическая история про попу бренд. Жил-был мальчик. Это был конец 19 века. Ему было 6 лет, когда он понял, что его страсть – это виски. Потому что он на ферме работал чернорабочим, он понял, что ему нравится сам процесс. Как создаётся виски. Как только он стал совершеннолетним, он сразу зарегистрировал бренд имени себя. Когда он не работал на ферме, он ходил гулять. Он нашёл пещеру, в которой был ручеёк. И вот этот ручеёк был источником воды, из которой он сделал первую партию, вторую партию. И, в принципе, воду для виски Джек Дэниелс берут точно там же. После этого человек посвятил этому виски, в принципе, всю свою жизнь. Он никогда не был женат, у него не было детей. Он завещал всё это предприятие своему племяннику. И считается самым ужасным событием – это то, что предприятие было продано акционерам из штата. Кентукки. При том, что само производство, конечно, находится в штате Теннесси. Это единственная точка в мире, где производится весь Джек Дэниелс. Можно купить целую бочку. Стоит 15 000 долларов. За это вы получаете саму бочку и примерно 270-290 бутылок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поскольку целостный дизайн очень дубовое, очень квадратное, очень в стиле вот таких вот индустриальных объектов конца 19-го, начала 20-го века, нету здесь никаких новейших технологий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его похоронили Джек Дэниелс с бутылкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждому сотруднику дают одну бесплатную бутылку в пятницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бренд получился, у него точно будут поклонники. И эти поклонники будут хотеть узнать о бренде больше, они будут хотеть приехать на производство, они будут хотеть прийти в сувенирную лавку. Но в рамках подобных экскурсий очень важно, очень просто ответить на один и тот же вопрос. Чем вы отличаетесь? Процентов 70 экскурсий посвящено бочкам. Первое, что мы начали делать, мы начали делать бочки. Потому что без наших бочек никогда не получился бы наш виски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас 15 за всю дегустацию сказали, что мы не используем бочку второй раз. Мы продаем ее потом шотландцам и иерландцам. Мы, 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 мы. Мы гордимся, мы делаем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что я люблю в компании Федерев? Непредсказуемость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миллион копий! Вот так она выглядит. Да, я пытаюсь показать людям, что мы все боремся с страхом. Я был в первом университете в У.С. Милитарии. Что такое? Я боюсь с высоты. Сейчас, лов! Сейчас! Я не могу так быстро! Я больше 100 скайдивов. Я пилот. Сколько скайдивов? Наверное, 120 скайдивов. Все люди борются с страхом. Наверное, мою большую страху это оставить своих детей слишком быстро. Что вы пытаетесь привести в этот книг за несколько слов? У нас есть голос в голове. Я говорила в книге о том, чтобы поменять негативное слово с позитивным слово. Налсон Манделла сказал, что «Коража не является кто-то не имеет страха на face of что-то». Это кто-то имеет страха, сделает решение для того, чтобы обращаться страхом и принимать небольшие шаги и это то, что я говорю в «Мастерин Феор». Мы слышим очень часто это от людей, которые имеют немного страха чтобы начать ваш бизнес, чтобы идти в этот открытый спектр. Какие советские можно дать им? Я начался первый бизнес, потерял все, потерял все, потерял все. Какой был ваш первый бизнес? Я был в стартап для строительства в СССР в СССР в СССР. Мы потеряли все, почти 4 млн. У.С. Я потерялся свои деньги, друзья, моего мужа сказал, «Воих, милитарию и это интерпроизводство, я закончил». Она оставила меня. Да, я боюсь, чтобы начать мой следующий бизнес. И я подумал, что все, что я учусь и учусь в «Снайпер» пространство уничтоживания. И при этом, не понимая, что я не могу делать все, на негативные. Я знаю, как начать бизнес. Я знаю, как начать капитал. Я знаю, как выбирать партнер на следующем году. Я знаю, как лицо У меня есть все, что я могу сделать это. Я буду справиться с этим. Многие люди, могут стать попросить бизнесом и будут Я говорю, что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Потому что вы не нужны миллион долларов. Вы и я не сможете потратить миллион долларов в нашей жизни. Я думаю, что это важное для людей. Почему вы хотите начать бизнес? Мой друг, который был гол медалист, он сказал, что он плохой день в его жизни был день после того, как он победил, потому что он работал всю свою жизнь для достижения этого момента. И он не забывал, чтобы создать другую задачу. И поэтому он понял это. И для меня, что я учусь от моего парня Ланни, который был гол медалист, я думаю, что я должен продолжать администрировать свои цели. И каждый год я планирую свой следующий год. Я смотрю на мой пять-летний взгляд. Я не нужна миллион-доллар компании, но это просто, естественно, как бизнес-то прогрессирует. Я говорю, что я могу, чтобы решить эти цели и достигнуть. Есть ли у вас секрет, как ты становишься в Нью-Йорк-тайм-бестселлер? Я не думаю, что есть секрет. Это трудно. Я не знаю. 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 Я знаю. Я знаю. Я знаю, что я не знаю. Я знаю, что я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я думаю, что люди должны понимать, что это хорошо решение, и чтобы уничтожить. Есть большая разница в том, что уничтожить на что-то и потом уничтожить. Вы продолжаете пытаться и пытаться. И потом, в конце концов, вы получаете успех. Какой вашей большой мечты сейчас? Я чувствую, что я живу мою мечту. Я в этом позиции, где я могу создать контент. Я люблю быть создателем. Я люблю писать, но я люблю создавать продукты. Но я живу мою мечту. Я могу проводить время с моими родителями. Я могу путешествовать. У меня хорошая группа друзей. Я не могу думать о чем-то, чем хорошая женщина. Если у вас есть какой-то финальный ответ, какой-то супер-мега-двестор, какой-то контент, который вы хотите поделиться с нашим зрителем, пожалуйста. Я бы просто скажу, «Интимный разговор» «Интимный разговор» «Те ответственность в успехе и силы двигаться дальше». «Было ли у тебя подобное и что давало силы двигаться дальше?» Как же это грустно. Друзья, да у меня сейчас такой период. Федерий Влог. Мне всегда помогают в этих периодах отсутствие выхода. Отсутствие права на ошибку. Неприкрытая задница. Взорванный мост. Сожженные корабли. Когда я ставлю сам себя в ситуацию безвыходную, ситуация очень часто разрешается сама собой. У меня нет права на ошибку. Обязано получиться. Я очень много общаюсь с очень богатыми, очень успешными людьми. В нормальной человеческой обстановке у этих людей есть слабости, есть поражения. Они точно так же переживают. Они точно так же не спят перед большими выступлениями. Они точно такие же, как вы. Их точно так же мучают эти сомнения, а правильно ли то, что я делаю, а не облажаюсь ли я. Разница между вами и ими в том, что они научились это конструктивно преодолевать. Они научились заставлять себя идти вперед. Но самый короткий ответ на этот вопрос. Никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Вам должно быть плевать, сколько раз у вас не получилось. Что думают по поводу этого другие люди? Понимаете, они смеются на того, видите? Ржут. Потому что если вы начнете тратить время на вот эти вот раздумья, какие подтверждения моей успешности, ничего не получится. Единственное, вам нужно стараться фиксировать для себя рамки, что для вас есть успех. Что вы считаете хорошим результатом, что плохим. Если вы не получаете подтверждение успешности, не просто тупо идти вперед, а все время менять что-то в том, что вы делаете. Один мой клиент всегда говорил одну штуку. Оргазм ни с чем не перепутать. Если вам подтверждение успешности нужно искать с лупой, значит их нет. Если у вас будет успех, поверьте, вы первые об этом узнаете. Спасибо за вопрос. Больше вопросов, больше подарков. Так, мы приехали на место проведения главного дерби. Кентуккийский дерби. Он не дерби, он дерби. Дебри. Кентуккийский. Одесса. Фэн. Дерби. В 1875 году провели первую гонку. Самая старая гонка в США. Самое большое количество лошадей стартует одновременно. 20 лошадей. Это похоже на какую-то гигантскую страну, где живут лошади. Вы думаете, за один день гонки только ставок они приняли на 225 миллионов долларов. Это один день. Это компания, которая за год зарабатывает чистой прибыли около 150 миллионов. Почти случайная встреча, назначенная через Инстаграм, спонтанная, с человеком, которого я практически не знаю. Круто! Приехал в Америку где-то лет 7 назад. Приехал из города Черноцик. Реально, у меня денег было, наверное, долларов 500. Сейчас у нас транспортная компания. Компания есть в Индиане по переробке резины. Я постоянно гуляю по городу Чикаго классической музыкой, часами гуляю, пока что-то не придумаю. Самое основное, что я понял, это фокус. Постоянно надо фокусироваться на long-term. Надо сделать value, create value for the customers. Всех своих рабочих учим это ownership mentality. Как говорится, когда ты берешь машину в ренте, ты его никогда не моешь. Если рабочие сейчас, сегодня думают только о шортом, думают о сегодня, как они у тебя могут что-то украсть. Рано или поздно это им обернется другой стороны. Даже когда у тебя большие revenues, ты не смотришь за good profit. Даже не просто profit, а за good profit. Это у тебя рано или поздно начнутся проблемы. Почему Америка пошла в войну, война в Ираке была? Из-за нефти. Потому что они думали, это будущее. Сейчас все инвесторы в Америке, Tesla, Amazon, все технологические компании, из-за чего? Они в этом видят будущее. Фокусироваться на light assets. Как Uber, модель Uber. У них не самая большая такси-компания в мире, но у них нет своих машин. Есть тут железные дороги в Америке, но использовать можно их equipment. Если правильная бизнес-модель, ты можешь просто брать у них, их контейнера брать и их же загружать. И на их же железных дорогах перевозить. Ты ими не владеешь, но ты на них зарабатываешь деньги. Сейчас у меня это не так. Сейчас у меня побудован бизнес, как бы я heavy asset. Но в будущем планируем фокусироваться, как бы уменьшать. Чарльз Кох, Good Profit, of course, Napoleon Hill, Думай богатей. История сделана в Америке, Сэм Уолтон. Доброго вечера. Привет, Андрей. Доброго времени суток. Смайлик. Что за модный штрих такой? Неожиданно? Напишите, плиз, подробнее. Книжный червь. Я советую очень свежую книгу. Это книга от авторов книги «Пиши, сокращай». Это книга про новые правила деловой переписки. Это книга для сейчас. Не для мира, в котором были гусиные перья, эпистолярные жанры, дилижансы, Марк Твен, Джек Лондон и все остальные. Нет. Это книга для людей, которые всегда несутся, у которых все происходит в мессенджерах, которые пишут имейлы незнакомым людям. Эти незнакомые люди почему-то не отвечают. У вас классная идея или у вас важное дело. Но когда вы пишете как мудак, люди будут думать, что вы мудак. Чем мне нравится эта книжка? Что она очень конкретная. Вот здесь, например, понятно, когда не нужно писать, а нужно позвонить. Здесь приводятся примеры того, какие тексты будут раздражать, что такое дурной тон доброго времени суток. Да. Много-много маленьких конкретных нюансов. Сделайте свою жизнь и, главное, жизнь тех, кому вы пишете лучше. Колокольчик, подписка, комментарии, 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 Твой главный враг это ты Ты не програешь этот бой Если ты програешь этот бой Тебе конец Все помняты только чемпиона Думаешь я вдруг стал таким крутым Та нет Я с утра и до вечера тягал эту штангу И до вечера Пока она не перетворилась На купу иржи Давай вставай Я хочу видеть в тебе чемпион